Сицилия Нашла эти ключи, которые хранит остров. Катание. Здесь и начался сицилийский рейд. Приехал я в Катание одним человеком, уехал совсем другим человеком. Про зрение мало сказать, Сатори тоже мало сказать, а миропонимание с большой-большой буквой. Именно миропонимание с его различных аспектов. Люди об этом не знают, и поэтому происходят такие вещи, как заболевания, потеря всего того, что он создал, внезапно все потерял. В различных аспектах, то есть какие бы плоскости не берешь, ты начинаешь смотреть в эти плоскости намного глубже. Это с одной стороны, а с другой стороны все эти плоскости у тебя переходят в единую систему. То есть выстраивается единая система миропонимания и миропостроения. МОЛОКОТОР Вот так, соединенных между собой. Вот что очень интересно, помните две этих? Время соединяет, помните две рынды со временем? Да. Время соединяет в этом городе два ранга как бы постамента. А вот каких? Это вопрос, пошли в храм. Там и две. МОЛОКОТОР ОКОТОР НЕМИ МОЛОКОТОР НЕМИ Продолжение следует... Возникновение третьей колонны. Такого не видел нигде, ни в Мюнхене, нигде, кроме на Каднафайне. Возникновение основы корабельного бюджета. Там, рядом, там стоит. Он двухэтажный. А еще выше стоят еще люди. Видите вот это? Бог, войска, Дева Мария, дроба, корабельный бог. Вообще четыре вещи здесь четко расположены. Получается, по сути, здесь, в город результата, нас поклоняются результатам. И вот видите, что получается? В основном стоит обелиск достаточно странный. Там наверху шар. Получается, что это диапазон, стоящий на результате. Это мужская часть. На эталоне результата. А сверху шар, видите? Глобусность и прав. С той стороны тоже Мула Тора. Так Мула Тора и так Мула Тора. И так Мула Тора. Получается, что возникает как бы третий элемент. Внутри храма основа корабельного бюджета. Вот этот Яр. Он нам доказывает, что основой корабельного бога становится, то есть, по сути, это храм капитана корабля. Собирается с бранды и возникает вот этот корабельный. А вот как он возникает, вот стоит в памяти. Над землей правит право. То есть, как бы, по сути, Бог. То есть, в самом деле. И вот связь Бога и этого, как бы, человека плюс, вы видите, да? Он же, как бы, ну, по сути своей связан, диапазон с Богом, часть Бога. Получается, что вот этот слов с индийской традицией привезет. То есть, по сути своей, это женская система, это соответствие. Мужское выполнение долга, а женское облухло на верху отречения. Ну, степень отречения. И вот при наивысшей только степени отречения возможно возникновение каждого капитана. Единственный способ стать капитаном тогда, это биться наивысшего уровня отречения в себе. Для себя. А это жить право. Ну, этого же, как бы, недостаточно, поэтому мы имеем два постамена. Один постамент говорит о том, что вот, видите, вот он женский. Тут женщина стоит. Женщина стоит. А она стоит ровно на уровне умного тела. В ранге, видите, там на самом верху, стоит ангел. Тоже женское. В женском облике. И тоже, как бы, объясняет всем сверху вниз, как бы, что делать. Мы получили то, что мы как раз имеем энергетическую составляющую, а не автоматическую. Потому что, мы уже видим, полнодиапазонки, как бы, стоят. А на уровне физики, на уровне физики, полнодиапазонки заканчиваются, вы же помните, на норме. А у нас стоят до самого конца полнодиапазонки. То есть, можем предположить, что вот эта норма внизу, вот эта вот, у нас, наверху. Не имеет дело умное, а вот это и полнодиапазон. И вот он целостный человек, да, полный, как бы, диапазон. Человеческий, не духовный, а человеческий. Мы имеем, видишь, без автоматической, как бы, системы. То есть, без физического проявления. То есть, по сути своей, вот, энергетическая составляющая, вот умная, умниколонная, а вот и колонная составляющая сознания, как бы, у человека. Вот у нас и получается, то есть, что стать, ну, стать можно, так сказать, этим капитаном, только в случае, если ты отвлечешься от этого, как думаешь. Музыка Только человек в ранге постамента может быть капитаном, скажем и здесь. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok